Hey, how are you? Welcome back to my channel! Всем привет, мои подписчики дорогие и также гости канала! Добро пожаловать! Как вы уже поняли из названия видео, мы сегодня будем говорить о Джеффри Старе и его новой коллекции Orgy. Это очень провокационная коллекция и надеюсь, что вам будет комфортно смотреть это видео, надеюсь, что вы все будете только испытывать позитивные эмоции, очень на это надеюсь на самом деле, потому что коллекция, она очень сексуализирована и в интернете было очень много разговоров по поводу того, что ой, как же я куплю эту коллекцию, эту палетку, если она настолько сексуализирована в названиях не только самой коллекции, картинок, которые представлены на упаковке, но и названия самих рефилов. Если у вас есть дети, то, наверное, это тот момент, когда нужно подумать, а нужно ли мне это, хотя в наше время, по-моему, дети их возраста, подростки знают гораздо больше, чем родители думают, что они знают. Насчет провокационных названий, я считаю, что это не совсем правильно говорить так, что вот, Джеффри вышел с этими названиями, все, он только плохой. На самом деле, очень много брендов, таких как Нарс, выходили с совершенно разными сексуализированными названиями, типа оргазмическая палетка, да, там, румяна, оргазмические тоже. Наверное, если все-таки человек, который работает над линией макияжа, он посчитал, что да, это то, что вот я хочу сделать, и это было его политфантазии, ну, почему нет? Нет, просто, в конце концов, это макияж, просто макияж, и еще, мне кажется, что не обязательно любить человека, чтобы покупать и пользоваться его макияжем, понимаете? Ну, то есть, тут, опять же, у всех разные мнения, это нормально. Итак, давайте начнем с самого низа его нового выпуска и дойдем до самого верха, самого такого, ух, Джеффри Стар вышел, конечно же, с разными дизайнами его новых зеркал, у меня такое оно коричневое, очень приятное на ощупь, очень мило, и мне кажется, что нет такого макияжного бренда, который бы выходил с так же новыми зеркалами каждую коллекцию, это очень круто. Дальше, Джеффри Стар вышел с пудрой, это Translucent Powder, или она вообще бесцветная, и, как говорят очень многие люди, она прям является такой хорошей, как пудра от Laura Mercier. Упаковка, конечно, это просто бомбическая она, она очень красивая, знаете, в стиле Джеффри Стара. Дальше, конечно, нельзя не обойти стороной его блески, я взяла один блеск оттенки Prezel Drip, и на картинке блесков, которые указаны на сайте, эти блески выглядели на губах, не совсем однородно, что ли, поэтому я такая, возьму один все-таки, потом уже посмотрим, насколько качество все-таки хорошо. Дальше, самое интересное, переходим к его маленькой палетке шиммеров, конечно, упаковка, это просто, знаете, очень смелая упаковка, я бы сказала, то есть тут люди лежат все вместе, такая, знаете, оргия цветов, надеюсь, YouTube не заблокирует меня. В общем, сама палетка выглядит очень милая, она очень, ну, не такая прям маленькая, но она компактная. И здесь мы видим 9 цветов, здесь, конечно же, названия, они тоже сексуализированы, скажу сразу. I'm gagging, frozen fire, ну, это не совсем, foam party, пенная вечеринка, филевая башня, glass wet, очень красивый оттенок, такой серебристый, что в переводе означает что-то вроде супер мокрое, стеклянно-мокрый. Интересно. Самая последняя палетка, которая, наверное, так всех восхищала и так много привлекла к себе внимания, это палетка Orgy. Упаковка, она, кстати, не такая супер сексуализированная, как в сравнении с маленькой палеткой, здесь, да, тоже имеются тела людей, и все они друг друга обнимают, такая, знаете, оргия цветов. Та-дам! Так она выглядит, от самых светлых оттенков до самых темных оттенков. Здесь названия прям наиболее, знаете, такие взрослые, я бы сказала. Safe sex, blowout, gender fluid, body, тело, научи меня, шелковый халат, seduction или соблазнение. Это я не буду название читать вам, вы можете его сами посмотреть, потому что оно невероятно такое, знаете, взрослое. Скорпио, кстати говоря, Скорпио, это, насколько я помню, любимый стрип-клуб Джеффри Стара, находящийся в Майами. I'm close, я очень близко. Orgy, название палетки само. Happy ending! Explic, all night long, всю ночь, на протяжении всей ночи. Body chills, или когда у вас мурашки по коже, то есть, да, здесь действительно интересно очень название, и мне не терпится уже посмотреть, как это все смотрится на глазах. Определенно, если у меня будет ребенок в скором будущем, я вряд ли покажу ему эту палетку, только, может, когда ему там, знаете, будет 25 лет, как мне сейчас. Я, кстати, заказывала это с официального сайта Джеффри Стара. Вот так она пришла ко мне, и здесь очень много классных розовых оттенков, все это очень хорошо было упаковано. Меня удивило то, что посылка пришла очень быстро, люди, многие говорят, что вот, заказываю с сайта Джеффри Стара, посылки приходят там через месяц-полтора. Да, не знаю, у меня все пришло, может быть, за дней 5-6, и причем я думала, что его коллекция будет распродана быстро, поэтому я, когда она только вышла, я такая чик-чик-чик быстро заказала. На самом деле, я даже не знаю, мне кажется, ничего не распродано, по-моему, даже до сегодняшнего момента, хотя прошлые его коллекции, прошлые его палетки теней, они прям быстро разлетались. В общем, да, ребят, я извиняюсь, что опять-таки долго болтаю, просто я хотела дать вам такое вступление. Сейчас я хочу как-то показать вам все возможные свочи этих двух палеток. Ну что, ребят, вы увидели сейчас все свочи этих двух палеток. Если честно, мне понравилась больше всех палетка с шиммером, естественно, потому что шиммеры здесь невероятно такие масляные, очень классно они свочатся, они просто, на них даже приятно смотреть на самом деле. И, конечно, это моя любовь, я уверена, что вам понравится эта палетка тоже 100%, она просто очень красивые цвета и с ними очень приятно будет работать, как мне кажется. Насчет палетки Орджи, если честно, мне показалось, вот именно большой палетки Орджи я имею в виду, мне показалось, что все вот эти два ряда палетки, в них, в этих двух рядах нет смысла, просто потому что все цвета здесь невероятно светлые, они почти не отличаются друг от друга, и я не видела какой-то большой разницы с ними, и к тому же они очень, ну, почти невито свочатся. Однако, когда дело касается четвертого и пятого ряда, вот здесь вы получаете такую хорошую джефристаровскую пигментацию, плюс тени невероятно кремовые, когда они свочатся, прям очень красиво. Третий ряд, ну, он такой, не совсем прям супер пигментированный, но уже лучше, чем первые эти два. Итак, сейчас нам нужно уже сделать туториал с этой палеткой, хватит уже действительно болтать, а то я, наверное, на вас уже заболтала, и давайте уже перейдем к нашему туториалу. И начнем мы, конечно, с этой основной огромной палетки, 30 оттенков, вау, это немало, правильно же, вам хватит этих оттенков, мне кажется, на всю жизнь, под любое настроение, под любой образ, это здорово. На моих глазах уже, конечно, есть праймер от NYX, я тут недавно поняла, что я неправильно говорю, это спасибо моему подписчику, что поправили меня, это очень здорово. Я хочу начать с оттенка Safe Sex, потому что он, как мне кажется, ну, наиболее пигментированный из всех, и идеально все подойдет для создания этого идеальной, этой идеальной тени. И прямо сюда его вписываем, он реально пигментированный, очень красивый такой базовый оттенок. Вообще, я сейчас хочу рассказать вам пару историй. Когда я готовилась к этому видео, я вчера решила посмотреть, посмотреть YouTube, один человек говорит, что так и так, новый запуск Джеффри Стара повлек за собой очень много скандалов. Люди, получившие палетку, говорят, что все цвета в этой палетке были уже посвочены кем-то другим, то есть на них видны отпечатки. И палетки, я такая, ничего себе, я пошла смотреть мою палетку, но моя палетка, она в хорошем состоянии, то есть до нее никто не отрагивался, кроме меня. И большинство людей, кто заказали палетку, делали заказ с Beauty Bay, по-моему, да, Beauty Bay. И я такая, ну, все понятно, потому что Beauty Bay считается, ну, таким веб-сайтом, даже для российских потребителей, иногда посылки не доходят, они не возвращают деньги. В общем, там куча историй таких, и, в общем, я понимаю, что если ты заказываешь напрямую, да, с сайта Makeup Artist, то, скорее всего, это все придет в хорошем состоянии, да, и, ну, в красивой упаковке. Не знаю, что сказать, но это реально странно, и причем Beauty Bay, вот я, я заказала, кстати, палетку от Niki Tutorials, она у меня в пути, или даже еще обрабатывается заказ, поэтому, да, ждем, мы посмотрим, как вообще Beauty Bay. Дальше я взяла оттенок Invitations Only, и разнесем его по нашему первому оттенку. Очень пигментированный оттенок, очень красиво смотрится, сразу прям это видно, прям пигментация огонь, и не залипают нигде тени, что не может не радовать. Этот цвет Invitations Only я разнесла еще дальше, потому что, почему нет? Возьму гораздо более темный оттенок, который называется у нас Urgie. Пока что это очень даже палетка для каждого, может быть. Хочу взять оттенок Money Shot, очень такой красивый, привлекательный, более темный коричневый оттенок. И мои руки уже невероятно устали, поэтому я хочу взять зеркало, чтобы, да, чтобы не устать так быстро. Конечно, они немножко пылят, но это, если честно, вообще не критично, потому что эти тени невероятно пигментированные. А если я могла писать эти тени бы, я бы сказала, что они такие как шелковистые, но при этом они настолько пигментированные, что они не залипают. Это удивительно. И пойдем, конечно же, по нижней ресничной области. Оп, уже вижу этот момент, что тени мои немножко-немножко залипли. А прям малую часть, но вот прям это видно здесь. Надеюсь, вы это видите, но прям небольшой кусочек. Для этого ничего такого не было. Если вы нанесете эти тени на ваше веко и, допустим, забудете о них, то потом вы, скорее всего, не сможете растушевать их грамотно. Поэтому мне сейчас пришлось активно работать кисточкой, чтобы как-то растушевать их лучше, потому что у меня были такие, знаете, как треугольники вот здесь. Вот, в общем, ну, это получилось, но они действительно очень пигментированные, действительно они хорошо сидят на веках, то есть они никуда не уходят. Джеффри в этом, конечно, постарался. Ну, мне нравится это. Если хочется убрать вот эти вот непонятные круги, я взяла оттенок Fluffer. Это такой светлый кремовый оттенок. Так. Вот что я делала, я брала такую вот кисточку небольшую и просто брала и растушевывала. Это помогло, но они реально могут просто въедаться и оставаться вот такими, какими вы их нанесли. Поэтому вот такой момент важный в этих тенях. И заходим прямо в начало глаза и сделаем уже нормальное такое очертание гламурное. Ах, и вот я здесь снова. На самом деле, ребята, я делала предыдущий свой лук со всеми этими оттенками и у меня не получилось. У меня не получилось правильно растушевать их. У меня, то есть, была такая видная линия растушевки. Я просто прыгнула на все и решила начать все заново, ну, почти заново. Просто гораздо больше, лучше растушевала эти все оттенки. Я не знаю, либо это то, что я первый раз использую его палетку. Мне показалось, что некоторые оттенки, они прям реально такие сухие. То есть, они кремовые, но они при этом такие сухие. И, ну, сложно растушевать было, я не знаю почему. Но это пока то, что мы имеем. Конечно, у нас самое сладкое осталось из-за всего этого. Это нанесение глиттеров или вот этих металликов. Я начну оттенком, скорее всего, с оттенка гаггин. Вы знаете, что мы совсем забыли про праймер. Это сделает наши блестки гораздо больше long lasting. То есть, они будут носиться гораздо дольше и выглядеть гораздо более красиво. Ничего страшного, что у нас уже что-то есть. Нанесем это на середину. Поэтому я совсем забыла про этот шаг. И вот теперь, наконец-то, мы можем позволить себе донести этот оттенок. Окей. Совсем по-другому он начинает смотреться. Блеск, блестки прям так показываются гораздо-гораздо лучше. Как я уже сказала, скорее всего, блески, блестки, они невероятно шелковистые. И некоторые оттенки, они гораздо более мокрые, чем остальные оттенки в этой палетке. Формула как будто бы как масло, знаете. Очень классно. И сейчас давайте мы нанесем немножко этого красивого серебристого оттенка, который называется Glass Wet. В уголке глаз. Ууу, ничего себе. Так красиво. Немножко приблизила, надеюсь, вы не против. Glass Wet гораздо более шелковистый и мокрый в то же время. То есть, прям он такой, знаете, как вот, как шелк, я бы так сказала. Знаете, если у вас не получается растушевать тени, всегда есть выбор нанести какие-нибудь спарклы или нанести металлики. И вуаля, ваш макияж будет гораздо уже как-то смотреться лучше и не будет видно, что вы даже совершили ошибку до этого. Я хочу взять немножко золотистого оттенка, который называется Soaking Sun. Он очень красивый и он такой же супер шелковистый по ощущениям, как и наш первый оттенок, который называется Glass Wet серебристый. И нанесем его, ну, тоже немножко вот сюда. О, вау. Он даже гораздо лучше, чем Шемлягин оттенок, который мы нанесли. Самый первый. Очень-очень-очень красиво. Супер блестящий и супер пигментированный. Что мы хотим сделать, это, конечно, растушевать все наши имеющиеся спарклы, чтобы они смотрелись гораздо более гармонично все вместе. Та же самая кисточка, которую я использовала для нанесения темных оттенков. И, как вы видите, у меня немножко даже не осыпались эти металлики. Конечно, естественно, это ожидаемо, просто потому что они действительно очень пигментированные и почти любые металлики осыпаются, в принципе. У любых брендов. И теперь, для того, чтобы еще больше затемнить наши глаза, я хочу взять оттенок Orgy. Это прям такой супер-супер темный коричневый оттенок. Вот здесь он выглядит вот так. Вот, конечно, палетка, это невероятно огромная. Она невероятно огромная. И когда вы пытаетесь показать, какой цвет вы используете, конечно, но она тяжелая, и вам сложно показать вот этот цвет, вот этот цвет, потому что оттенков много в этой палетке. Я беру кисточку от It Cosmetics. Затемним этот участок. Это прям идеальный оттенок для того, чтобы сделать это затемнение, конечно. Я возьму свою чистую кисточку и пройдусь вот так, вот таким образом. Ох, боже. Эти спарклы, они прям по всему моему лицу ходуном ходят. Немножко пробую брать вот все вот эти непонятные ошметки от спарклов. И, конечно, они все остаются в коже, так или иначе. Ну, не страшно, мы их потом уберем. Это легкое дело. Дальше я хочу взять оттенок прям наиболее темный, почти черный. Даже, наверное, это черный оттенок, называется он Glory Hole. Нанесем мы его в внешнюю часть глаза, короче говоря, вот сюда. Вообще оттенки, как мне кажется, они действительно сексуализированы. То есть, допустим, если мы родители будут смотреть это видео, они скажут, Юля, что это за времена, что за порядку ты купила? Да, вот сейчас такие времена, что очень много всего выходит провокационного в наше время. Но, возможно, даже мейкап-артисты, кто создает это все, ловят хайп, тоже можно так сказать. Почему нет? Это 100%, потому что все об этом говорят. Глубокий оттенок, он действительно такой настоящий черный. Очень даже симпатично получается. А вы как думаете, ребята? Пишите внизу. Дальше я хочу подвести водную линию глаз. Я буду использовать карандаш от NABLA. Это такой прям настоящий черный карандаш. Мне он очень нравится. Нанесем оттенок Orgy и нанесем его прямо вот сюда, в внутренний уголок глаза. Конечно, это 100% не лук, который вы будете делать каждый день. Но это нет. Это что-то, знаете, такое экстремальное. Если вам очень хочется внимания или вы идете на вечеринку, то как бы да. Но каждый день вряд ли. Дальше мы возьмем лайнер от ELF. Я знаю, что это очень дешевый лайнер. Он реально недорогой. Но мне он очень нравится, потому что он себя очень хорошо ведет. То есть я купила его за доллара три. Но эффект, который он мне дает, мне сравнится даже с лайнером, который у меня есть. Например, от Ила Маска. То есть он реально классный. И приведем нашу стрелочку просто поверх. Я возьму оттенок Glory Hole. Самый темный из всех. Это добавит нам еще больше, знаете, этого какого-то гламура, что ли. Несу Tarte Shape Tape под своими глазами, потому что они у меня все блестящие. Tarte Shape Tape мне очень нравится. Я покупала его давным-давно. И опять к нему вернулась. Он реально классный консилер. Хоть сейчас и говорят американцы, что как-то он уже уходит в прошлое. Как будто бы, ну не знаю. Мне кажется, это будет любовь на все времена. Как бы он никогда не выйдет из моды. Дальше нанесем пудру от Джеффри Стара в оттенке Translucent. То есть она без оттенка. Так, как ее открывать? Окей, она открывается. Окей, вот так она у нас открывается. Окей. Пахнет она как будто бы сладковатым таким чем-то. Прикольный запах. Беру кисточку от Morphe. О, вау, она очень приятно пахнет. Вот это очень классно, потому что у меня много есть пудр от Becky, от Nuxe. И знаете, чем они все пахнут? Они пахнут все как, я не знаю, неприятно, короче говоря. А это очень классно, что она пахнет. Не знаю, ооо, какой приятный аромат. Теперь мы нанесем реснички и перейдем к тестингу нашего последнего товара, а именно преска. И у меня получилось. Я нанесла классные реснички, они идеально дополняют образ тоже. Не слишком такие, знаете, гламурные, пышные. Не слишком они выглядят не по-настоящему. Прям идеально. Я, кстати, если интересно, скажу название. Называются они Keys True Volume. Это прям очень естественные выглядящие реснички. Они не будут выглядеть слишком фейково. Блеск. Выглядит невероятно красиво. Очень красивая упаковка. Это пимпочка. Все смотрится, знаете, как будто бы принцесса. Или вот когда вы были в детстве, вот вам и хотелось примерно иметь такой же макияж. Очень красивая упаковка. Тоже красивая. Здесь написано, что это The Gloss. Либо мы наносим это просто на губы без какой-либо помады. Либо наносим это на помаду. И таким образом помада еще больше дает нам этого гламура, я так понимаю. И я предлагаю нанести это просто поверх карандаша какого-нибудь такого же, может быть, цвета. Или коричневого цвета. Может быть так. Я буду использовать карандаш от Patrica Ta в размере... В размере... В цвете. Oshie Single. Это очень красивый карандаш. Он прям ложится так, как нужно. Такой красивый нюдовый или оттенок пыльной розы. И все, мы же это все на все губы. Очень приятно пахнет такой, знаете. Сладковатый аромат тоже. Мне кажется, что Джеффри Стар очень любит сладковатый аромат в своей косметике. О, вау. Он реально очень пигментированный. В нем очень много перламутровых блесток. Ребята, я просто в шоке от того, насколько активен этот блеск. Насколько он... Вот, я не знаю, он просто красивый. В нем нет ничего лишнего. Лишно. Нишнего. И я просто в шоке. Мне он очень понравился. Знаете, вот в нем имеются такие перламутровые блески. И он такой, знаете, очень праздничный. Он реально очень праздничный. Учитывая, что у нас очень активный макияж, этот блеск делает еще его более гораздо активным. Поэтому, да, это такой, знаете... Вечериночный макияж сегодня получился у нас. Но это красиво. И, надеюсь, никто не испугается, когда я сегодня пойду в магазин с таким макияжем. Ну что, ребят, вот у нас такой получился сегодня макияж. Это очень не дневной образ. Я знаю это. Это очень хищнический, очень активный макияж глаз получился у нас. Но я рада, что он у нас получился таким, потому что это означает, что тени от Джеффри Старра и его новой палетки Орджи, они очень пигментированы. И они дадут вам то хорошее затемнение, которое вы и ищете в палетках. Потому что, так или иначе, ну, не так много людей любят совсем не пигментированные оттенки. Или если бы они были не пигментированными, то люди бы сказали, за что я заплатила там 60 долларов за такую огромную палетку. Поэтому это классно, но с этой палеткой нужно реально работать. То есть, если у вас нет навыков растушевки, то вот когда вы придете к этому последнему почти столбику теней, у вас возникнут вопросы, почему это все не тушуется и почему я прикладываю столько усилий, чтобы это все растушевать. И это действительно так. Я первый раз сделала это все, немножко не очень получилось. Второй раз уже более-менее мне понравился результат. И, в общем, да, палетка, определенно с ней нужно научиться работать, прежде чем создавать какие-то очень красивые образы. Я знаю, что мой образ, наверное, не самый лучший из тех, кто будет делать обзоры на русском ютюбе. Но я надеюсь, что вам понравилось и вы не будете меня судить очень строго. Потому что, мне кажется, в нем что-то есть. Как мне кажется, наш сегодняшний образ был только началом знакомства с этой палеткой. Я уверена, если вы хотите, пишите в комментариях мне, я сделаю гораздо больше образов, потому что здесь можно сделать очень повседневные образы, используя очень нюдовые оттенки из палетки, так и очень прям такие, знаете, как наш сегодняшний образ. Потому что вы сначала хотите увидеть, насколько пигментированы эти оттенки, а потом уже судить, насколько можно сделать легкий макияж с использованием этой палетки. Она еще доступна, кстати говоря, в продаже, что очень удивительно, на сайте Джеффри Стара вообще все доступно, что у него вышло с этой коллекции. Поэтому, наверное, это о чем-то говорит. Наверное, люди стали его немножко уже бойкотировать и говорить, что вот он немножко уже как-то сходит с ума, выпуская такие странные названия и темы палеток. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение по поводу этой палетки, потому что здесь есть, мне кажется, много о чем подумать и сказать. И последнее, прям самое последнее насчет этой палетки, я считаю, что вот эти два ряда теней, они, ну, бессмысленны, потому что так или иначе оттенки выглядят одинаково. Ну, особенно вот этот первый ряд, я прям не увидела большой разницы, когда я работала с ними, пыталась убрать излишки теней, когда я делала затемнение, растушевку. Палетка должна была быть вот какой-то вот, наверное, вот такой, но она стоила бы дешевле, и тогда бы Джеффри заработал бы меньше денег. Так, вторая палетка уже с шиммерами, она действительно классная, она очень симпатичная, в ней очень классные цвета, которые я, к сожалению, нигде не видела в своих старых палетках. Если вдруг хотите попробовать тени от Джеффри Стара, потому что в таком размере, он ни разу не выпускал, по-моему, никакие палетки, это здорово. Шиммеры, конечно, они очень стоят своего. Я еще буду смотреть, играть с ними, потому что я как-то не увидела такой, знаете, прям огромной пигментации, как, допустим, в палетке от Urban Decay, но она есть, поэтому нужно смотреть. Насчет пудры, которую мы использовали, мне она реально понравилась. Я в шоке от того, насколько хорошо может пахнуть пудра для зоны под глазами. Я прям такая, вау, ничего себе, вот это аромат. Я такого аромата приятного ни разу не чувствовала в пудрах. Очень классная вещичка, я напишу цену внизу. Мне она понравилась, она делает свое дело, и она никак не белит лицо. Ну, очень приятно с ней работать, в общем. Дальше блеск. Блеск мне очень понравился, как вы видите, я до сих пор, он у меня на губах, и я просто не могу наглядеться в зеркало на свои губки, насколько он классно подчеркивает их, насколько в нем классный такой перламутровый оттенок. Прям, ну, реально от удовольствия, мне очень нравится. В коллекции очень большое количество оттенков, вот, когда смотришь на оттенки, они, понимаете, так сделали это некрасиво, что когда вы открываете в описании Джеффри Стара, вы видите этот оттенок на губах у девушки. И он выглядит, как будто бы он неравномерно нанесен на губы, и скорее всего это потому, что на губах у девушек нет никакой помады или чего-то еще, поэтому блеск смотрится каким-то дешевым. Но на самом деле, когда вы купите его и нанесете его хоть на губную помаду, хоть на карандаш, как мы сегодня это сделали, вы будете в шоке от качества, поэтому очень-очень даже советую. И вот такой на сегодня был, ребята, обзор на новую коллекцию Джеффри Стар, Орджи. Мы протестировали все две палетки, мы протестировали все основные элементы из этого всего, даже зеркало, которое, кстати, мне тоже очень понравилось. Так что дайте мне свои мысли по поводу этого всего, что вы думаете, купили бы ли вы это или вы забили. Ребят, желаю вам прекрасного настроения, прекрасного продолжения недели, чтобы у вас получались стрелки каждый день, но макияж, глаз и сама разрушевка просто отдавалась вам с первого раза. Я с вами не прощаюсь, ребята, скоро увидимся, всех люблю, всех целую. Всем пока!